Приветствую вас, Лариса. Честно говоря, я не очень понял ваш вопрос. Именно вопрос к нам, к специалистам. Вы спрашиваете, как поступить, чтобы что? Понимаете, у вас есть конфликт здесь, ваш свой собственный внутренний, согласно которому вы вроде как вспилили, потому что подавляли свои чувства ранее. Но при том, что вы вроде как вспилили, после вы за это же извинялись. То есть вы осуждаете сами себя за то, что вам сделать хотелось. Но ведь хотелось же сделать, раз сделали, правильно? Так что здесь, в принципе, есть противоречие, что сперва вы выражаете эмоции, потом их подавляете, обвиняете себя за это, обесцениваете их. Да, естественно, это связано с тем, что ваша мама, она, собственно, пренебрегала ими. Вне всякого сомнения это повлияло. Чувство вины, которое вы испытываете, проискает от агрессии, не выраженной, в частности, на маму. То есть агрессия это такая недозащищённость ваша, получается, по сути дела. Это не соответствует определённым требованиям, в частности, требованиям вашей мамы быть той, кем она вас хочет видеть. Здесь, в данном случае, чувство вины, в том числе, связанное с тем, что в глубине души вам кажется, что если вы будете такой, какой хочет видеть вас мама, то она будет к вам относиться лучше, теплее, добрее и так далее. Ну и, соответственно, вы из-за чего возникает чувство вины, чувство рэкетное, из-за того, что вы, как бы, каждый раз, когда не соответствуете её желаниям, вы как-будто потеряете её любовь. При этом вы себе явно не задаёте вопрос о том, а вы можете ли потерять любовь, ага, что такое любовь и... Ну, может быть, может ли быть любовь при каких-то условиях. В данном случае, может ли быть любовь у вашей мамы к вам, если она бы любила вас только определённой, да, только какой-то. Следующее. Вы знаете, мне действительно, без, конечно, перегибов, показалось, что... Ребёнка своего вы балуете. И балуете ребёнка, ну, достаточно сильно. Не столько даже балуете, сколько... Ну, вот именно вы, я не знаю про вашего мужа ничего... Отыгрываете на нём то, чего не хватало вам. То есть ваша мама вас не жалела и... Тем самым провоцировала у вас аутоагрессию. На зло. Я буду страдать на зло тебе. Кстати, это очень важный момент в отношении... Своём, собственном... К себе. Вот, как вы пришли к тому, что... Мама вас не пожалела, но не ударится сильнее. Чтобы ей не казалось, чтобы она почувствовала вину, да, получается, вы это делает. Ну, то есть это такая вот очень деструктивная история. Манипулятивное общение получается. С ребёнком своим... Вы, по-видимому, способны... Реагировать так же. Немножко в другую, в обратную сторону, но примерно так же. То есть... Вы жалеете её. При этом не отдавая, на мой взгляд, себе отчёт в том, что такое жалость. Вот я... Очень хочу, чтобы вы задумались об этом. Что такое жалость. Безусловно, можно посочувствовать человеку. Безусловно, можно поимпатировать человеку. На что такое жалость. В самых общих чертах жалость это... Оспаривание того, что происходит с человеком. Оспаривание... Правомерности и справедливости того, что происходит с человеком. Если... Оспаривать то, что происходит с человеком. То... Человек... Эээ... Считая... Что... То, что с ним происходит, как бы не должно быть. Не принимает этого внимания. Не интегрирует... Эээ... Опыт, полученный им в этой ситуации. В... Свою личность. И не адаптируется. Не научается. Оставаясь уязвимым для подобных ситуаций. В какой-то степени, когда вы... Эээ... Ждали... От... Своей... Мамы... Эээ... Жалости. Да. Когда вы ждали от своей мамы жалости. Понятно, чего вы хотели. Вы хотели любви. Которые вам ваша мама не давала. Вы... Надеялись, что хоть так... Через вот... Такое агрессивное поведение. Скорее всего. Вы эту самую любовь... Получите. Я вас понимаю. Я вас понимаю. И обида связана была с этим. Что мама, ты меня не жалеешь. Ты меня не любишь. И... Это тоже понятно. Причинно-следственная связь. Здесь... Здесь весна. Но... Момент в другом. Что любовь и жалость. Это не одно и то же. Любовь и жалость. Никак мы за собой не связаны. Любовь и жалость... Эээ... В разных вселенных вселенных. И... Эээ... Любящий человек жалеть не будет. Жалеющий человек не любит. К сожалению. Это так. Вы... Потому что... Жалость вам ясна и понятна. По крайней мере чисто внешне. Внешне. Да. А модель здоровой любви вам не знакома. По крайней мере... Ну вот... Я не знаю. У вас есть ребенок. Вы его любите. У вас есть муж. Я надеюсь вы мужа тоже любите. Может быть и знакома. Но... Модель здоровой любви. Это не жалость. Знаете? Поэтому то что происходило у вас с мамой действительно похоже на это состояние. Но здесь речь идет о любви. О вашей потребности в любви. О том что... Вы сами себя не принимаете. Повторяя про себя оперативы своей мамы. Что вы какая-то не такая. И это... Запускает механизмы обвинения. Это же запускает механизмы... Вот... Аутагрессия. То есть я накажу себя. Зато что ты меня не любишь сейчас. И ты будешь за это страдать. Здесь самое неприятное то что... В жизни... Вы можете повторять этот же сценарий. И... Самое неприятное то что... То что... Этот же сценарий... В принципе... Вы можете передать своему ребенку. Чего я уверен вы не хотите. Тем более ваш ребенок... Тоже... Как бы... Ну... Девочка да? Вот. И значит... Сценарий... Ей может... Передаться... Достаточно легко. Эээ... Вот... В принципе... То... То что... Я... Хотел бы вам сказать. Эээ... Поэтому... Лариза... Еще раз... Определитесь... Пожалуйста... С тем... Чего вы хотите... Для себя... Определитесь... Пожалуйста... С тем... Что вам нужно... С тем... Как поступить... Чего... Гармонизировать... Отношения... Рассматривать... Одно... Разобраться... Другое... Избавиться... Чувствами... Эээ... Точнее... Поработать... Чувствами... Избавиться... Неверно... Я скажу... Третье... То есть... Вот... Эээ... Все эти вещи нужно рассматривать... Возможно... Все сразу... Возможно... Все за одно... Но... Так или иначе... Вам нужно определить... Вам решать... Что делать... Но... Повторюсь... Функционально... То есть... На данный момент... Процесс... Процессуально... Вы... Обесцениваете... Свои... Импульсы... Свои порывы... Вам захотелось... Вырезать... Чувства... Не важно... Как... Вы их вырезали... Да... Вы спилили... Потому что... Подавляли их ранее... Ну... Ничего... Ничего хорошего... Эээ... При... Таком подходе... У вас... К сожалению... Не будет... Дальше... Эээ... Извешите... Пожалуйста... Преугольник... Карпмана... Я надеюсь... Он вам... Поможет... Несколько... Лучше... Эээ... Извешить... Эээ... Эээ... Ситуацию... Ну... Извешить... Извешить... Эээ... Ваше... Эээ... Состояние... Ваше... Поведение... Эээ... Вот... На этом... Всё... Я надеюсь... Что помог вам... Я желаю вам всего самого доброго... И удачи! Удачи!